живые вечер добрый слушаете вы свое радио надеюсь как обычно ждете чего-нибудь интересного такого цепляющего безусловно мы других вариантов мы не предлагаем никогда не предлагали все коллективы которые приходят сюда в программу живые это исключительно интересные коллективы интерес к ним может быть разным но все зависит в любом случае от вашего вкуса так вот сегодня будем знакомить вас с музыкой которая нам кажется уникальной в некотором смысле цепляющий даже не только за живое но и за почти отмирающая вас за душу как всегда есть традиция мы сначала с песни начинаем для того чтобы некую музыкальную заявочку соорудить для тех слушает эфир чтобы люди понимали что два часа сегодня здесь будет в этой студии происходить ну а потом уже разговаривать начнем как всегда живой звук в программе живые поехали в океане растая ведь там нет расстояние в океане растая ведь там нет расстояние твое небо глотаю феминотонами давит гранж наивные губы впиваю в ткани видишь волны сметают нас бордовую пену хватайся за ветви вишневого дерева в океане растая в океане растая ведь там нет расстояние в океане растая в океане растая не кайф, а тёрник, карниз, а зрачков пустых оторван и наплевав на время и модный буду псом приобретай намордник и спев пока в хлам Personen Marco – Безконечностя конце концепция Троее а там нет расстояние в океане растая ведь там нет расстояние возьми У меня одна не поднимется, одна меня на борт зная Стремительно ко мне тонув в океане, во льдах Мы оба больны иногда, снится, как сходим с ума Высмоет вода нас и гладь накроет холодный туман В океане растаем, ведь там нет расстояния В океане растаем, ведь там нет расстояния Во вдоха, выдохов нет, наверное не вынырнем Во сердце зарыто на дне, под зеркалом серого неба В недрах, как будто во мне, но нет Вот меня не утоним, в воде надменно, медленно В океане растаем, ведь там нет расстояния. В океане растаем, ведь там нет расстояния. В океане растаем, ведь там нет расстояния. Давай друг друга проникнем, расщупляй на частисты мрак. В твоем океане отсутствует рыба, с радуман цветет оплимяющий мак. Давай друг друга проникнем, расщупляй на частисты мрак. Ну вот, собственно, музыкальная заявочка сделана. Понятно, теперь тем, кто начал слушать эфир прямо сейчас, с самого начала, понятно, что будет сегодня в этой студии происходить. Мамаро, так называется эта команда. Я так уже играл с этим названием Мамаро, есть в этом какая-то такая сермяжная правда. И очень круто, что все эти люди помнят о родителях. Ну, когда коллектив называется именем, словом мама, всегда какое-то тепло от этого коллектива должно исходить. Вы по первой же песне это поняли. Давайте буду представлять теперь музыкантов. Начну, пожалуй, с дамы. Ну, как-то было бы странно, если бы я обошел вниманием своим Галину Потапову. Можно, да, к микрофончику. А зачем наушники снимать-то? Иди с ними прямо, здравствуй. Вот она, вокалистка команды. Привет. Здрасте, здрасте. Как много значительно сейчас это прозвучало. Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, сейчас, прежде чем я назову двоих еще парней, которые с тобой вместе речитативят, зачем двое? Парней? Ну, речитатив и у одного, и у другого. Причем, похоже достаточно по звучанию речитативят оба. Зачем двое? Мне кажется, что они разные, поэтому это очень интересно, что они такие разные. И мне кажется, что мы дополняем друг друга все вместе. Не только они оба, но и мы втроем. И музыканты тоже. Семером. Хорошо, я тебя услышал. Ну, теперь парней. Владимир Гавриков. Правильно я произношу? Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот Гавриков Владимир. Ты согласен с тем, что сейчас сказала Галина, что вы такие разные со Станиславом Солодовниковым? Да. Добрый вечер, Станислав. Да, привет. По характеру точно. По характеру-то ладно. Я сейчас имею в виду по тому, что вы... Случайно, да. Может быть, в этом треке, который первый сыгран, что-то было в одной атмосфере. Но в последующем уже поймется разница. Так-то он вообще истеричный. И голос у меня такой, да. У меня более спокойный. Хорошо, я уловил. Я теперь понимаю и ваши отношения в команде. Да. Это тоже очень важные детали для аудитории темпач. Поехали дальше. По музыкантам гитара Дмитрий Бородин. Можно к микрофону? Ну, хотя бы раз за эфир. Там уже... Всем привет. Привет. Захочешь подходить, подходи, пожалуйста, по ходу эфира. Никто не запрещает. Далее, да, я попрошу всех подойти хотя бы раз за эфир к микрофону. Алексей Андрющенко. Это саксофон коллектива. На саксофон сразу обратили внимание в картинке. Сказали, вау. Привет. Ну, ладно, бог с тобой. Пусть так. Не стал подходить близко. Бас-гитара Никита Иванищев. Правильно ударение? Иванищев. Иванищев. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, и остается у нас барабанщик. Это человек, у которого свой собственный микрофон. Владислав Архипов. Добрый вечер. Здравствуйте. Это и есть команда под названием Мамару. Друзья мои, ну, я и ко всем, и к барабанщику тоже обращаюсь. Вы его знаете прекрасно. Он не в первый раз уже в этой студии. С другими коллективами тут. Ну, с одним как минимум. Точно бывал неоднократно. Мы, в общем, рады очень тем, кого знаем. Ну, и рады знакомиться с новыми для нас людьми. Поэтому, по ходу эфира, кто захотел что-нибудь сказать, к микрофону подходите, не стесняйтесь. Что это у нас так шумит сейчас, я понять хочу. Может быть стоит окошко закрыть, Серег? Закрой окошко. Видите как? Только окошко открываешь, тут же жизнь иная в студии появляется, которая нас немножко напрягает. Я сейчас сообщу, как с нами связываться. Потому что, по ходу эфира, в любом случае, вы захотите что-либо сказать, спросить. Может быть какие-то слова добрые, ободряющие. А может быть вопросы, а может быть эмоциями поделиться. Это бывает всегда полезно. Обратите внимание, помимо смс-портала, с недавних пор у нас появился Viber. Для многих это удобно. Раньше люди жаловались, что смски за границей, к примеру, присылать невозможно. Только по Российской Федерации. Поэтому мы пошли на то, чтобы создать все условия возможные для тех, кто присылает какие-либо сообщения. Во-первых, смс-портал 4647 очень просто легко. 620 всего лишь стоит смс. Самые дешевые смски в стране. Знаю, проверяли. 4647 свои, пробел, дальше ваши сообщения. Либо Viber 925. Очень просто запомнить, а лучше записать. Ну, плюс 7 или 8, как обычно бывает. 925-526-2737. По-моему, легко. 925-526-2737. Можете присылать ваши сообщения и на смс-порталы, на Viber. Также пишите, пожалуйста, в сообществе своего радио ВКонтакте. Давно уже выложен анонс с фотографией, в котором в тексте, то бишь этого анонса, группа «Мама.Ро» выделена синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываетесь в сообществе, а там уже, вступая в ряды этого сообщества, становитесь частью коллектива, получая всю нужную вам информацию об их концертах, новых песнях, синглах, пластинках, мировых турах. Ну, в общем, в первую голову. То есть, вы знаете о коллективе все первыми. По-моему, приятная история. Хороший бонус такой. Пишите, пожалуйста, в ВКонтакте тоже. Да. Чат работает для вас на сайте своего радио. Там просто, видите, кнопочку чат над фотографией гостей. Кликаете, вываливается столбец. Вы пишите, мы читаем. Видеть все, что в студии происходит, можно там же. Ссылочки на видео на сайте, благодаря порталам YouTube. И, ну, теперь называется SmashCast, вообще раньше Китбокс. Так что, кликая, видите картинку, а рядом с картинкой чат. Туда тоже можно что-либо отписывать. Тут уже вопросы. В чатах пошли, как называется, стиль Читки Вовы. Вот мне интересно всякий раз вот такие вот стиль Читки Вовы. А у Станислава другой стиль Читки? Слушайте, еще раз хочу обратиться к аудитории не впервые. Ребята, стили и всякого рода жанры вы сами для себя определяете. Зачем вам эти все табуированные клише? Ну, не надо, у нас табу, в принципе, выяснять жанры. Люди делают хорошую музыку, этого уже вполне достаточно. Как называлась первая песня, которую вы исполнили? Океан. Было бы странно, если бы она называлась по-другому, потому что слово океан фигурировало раз пятьдесят. Ну, по крайней мере, я зафиксировал это для себя. Не садись уже или сядь с микрофоном ближе. Чего ты скачешь? Ну, видимо, ты будешь самым активным со мной общателем, да? Я так понимаю. Посмотрим. Ну, давай тогда. Как давно существует коллектив? Лет восемь, именно как целом, как Мама Ро название, да. А до этого что было? До этого были более хип-хоповые, ну, абстрактный хип-хоп. Мы как раз остались. А, то есть был абстрактный хип-хоп, теперь вполне себе? Под минуса, под минусовки. А-а. Потом мы очень хотели... Вот то, чего я терпеть не могу, да. Ну, мы знаем, да. Да, спасибо большое. Спасибо, что изучаете. А теперь вы пошли уже путем... Восемь лет назад пошли путем живой музыки. Да, да. Просто была идея. Мы хотели сцену, мы хотели другую публику, мы хотели живой звук, именно вот эти все бары, рок-н-ролл вот этот. Я понял. И именно восемь лет назад нашли себе Галину? Ну, сначала Влада Архипова, которого вы все давно знаете, да. Он, кстати, придумал название «Мама Ро». Так он отец-основатель практически получается. Практически, да. Ну, скажи что-нибудь уже. Ну, там, да, в общем, Вова правду говорит. Так, так, так. А потом появилась Галя? Потом все прилипалось, прилипалось, да. И вот в результате... Получился вот такой вот классный коллектив. Да. Скажи, пожалуйста, а тексты чьи? А каждый сам себе пишет. Каждый сам себе пишет. То есть неважно, какая песня, поете на троих, а каждый сам себе пишет текст. Да, да. Мы вообще за атмосферу, чтобы нам всем было круто. Нет, подождите, нет, я не понял. Вы втроем, Галя поет, вы речитативите и поете тоже. Да. И каждый для себя пишет текст? Или в каждой... Ну, допустим, есть припев, да. Припев кто-то сочиняет. Куплеты сам себе пишет. А, вот так вот. Да. То есть, допустим, в песне ты придумал какой-то припев, да. Галя придумала куплет. Да. А Станислав придумал следующий припев. Вот так вот все. Серьезно? Следующий куплет. Или следующий куплет. Правда? То есть нет какого-то одного автора, который придумывает целиком всю песню. У нас есть... Давай, давай, ну подходи к микрофону, не стесняйся. Давай, давай. Чего? О тематике договоримся. И потом уже на эту тему каждый развивает свою мысль. А вот сейчас немножко поэкспериментировать. Допустим, как можно по тематике договориться? К примеру, ты приходишь, потому что у меня есть идея написать тему про... Нет, вот у меня есть, допустим, такая-то строчка. Вот. Она будет припевом, допустим. Так. Вот. И вместе садимся, как мы ее будем развивать. Угу. Думаем, что это будет у каждого в куплете. Потом расходимся по домам, и каждый пишет. Приходит уже с текстом, и все это на репетициях превращается в песню. В принципе, есть какая-то задумка, скажем так, от кого-либо из вас локомотивная. Да. Дальше каждый приходит домой сам, сочиняет свою часть. Да. Потом вы все это вместе уже дорабатываете, и получается песня. Не, ну часто бывает то, что когда мы приходим с куплетами и начинаем уже сочинять песню уже с готовыми текстами, этот куплет потом как бы банится и переписывается. Ага. Естественно, это как бы коллективное творчество. Все-таки это возможно. Естественно. Окей, тогда как с музыкой быть? Это вот к ребятам, наверное. Нет, секундочку, но музыку-то пишет кто-то из вас, все равно какой-то мотивчик. Ах, нет? То есть вы пишите текст, текст независимо от того, как, то есть нет привязки к музыкальности, есть просто текст. Дальше вы с этим текстом приходите к пацанам, пацаны говорят так, дерьмовый текст, не будем мы под эту музыку писать, например. Или как? Да. Разные ситуации. Мы иногда берем, опять же таки, какую-то минусовку и под нее делаем свои вот эти фантазии. А, да, бывает и такое. Даже минусовку какую, просто, пардон. То есть мы записываемся под электронную музыку, извини. Да, да, да. Вот, потом приходим на репетицию, так как нам нужно на концерте эту песню играть, но мы же не будем включать минус и читать. Вот. Мы ее разбираем, ставим ребятам набросок наш под электронную музыку, они делают свою партию. А, вот как у вас все поставлено. Ну, это один вариант. А есть вариант, когда мы просто приходим на репетицию и джемим, и вот получаются крутые куски, и мы их рождаем в треке. Круто. То есть разные варианты. Вы принесли в коллектив традицию, ну, баттлов это не то слово, ну, в общем, неких таких, раньше это называлось буриме. Я объясню, что это такое. Есть такие люди, и у меня один из таких хороших знакомых есть, он конферансье старой школы, да. Вот он играет со зрителями в буриме. Что это значит? Он просит у зрительного зала строчки и тут же сочиняет на эти строчки рифмованные тексты. Круто. Вот вы примерно в той... Фристайл. Фристайл, да. Фристайл это называется. То есть вы, в принципе, принесли в сочинительскую часть, ну, скажем так, в творческую часть своего коллектива вот эту вот традицию фристайла. Ну, можно так назвать, да. Круто. Круто. Буримая. Мамаро называется команда, которая здесь сегодня. Как будет называться следующая песня? Беги. Хорошо. Побежали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Дай руку веду в туман. Втоп кварталы с мемоскитами. Тает грудью капитан от бедра изгибов тари. Город знает, как найти и спрятать. Спины пряты назад тянет. Дыши, дыши, вода из крана бьет по нервам, бьет. В край будем под вечным вином В старых колонках прятать и бош Страстью будет город бетон Он теперь не такой музон и грибов Беги отсюда Мы здесь одни Проникнет свет Из темноты Беги отсюда Мы здесь одни Проникнет свет Из темноты Воздух бьет разрядами тока Город на головы льет кипяток Хрупкая тень из зашторенных окон Блатья наденет, накинув в платок Влиет скопанный поколень питом Движением рук имитируя бег Эти линии контуры чертят итог Мчать от себя, но остаться в себе Давай, утонем в тумане, мы станем немыми Забудем все планы на завтра Нам светит луна и моба Уступанный линиям в небе встречаем закат Молча беги, я дышу тебе в спину Мы город оставим за кадром Беги отсюда Беги отсюда Мы здесь одни Проникнет свет Из темноты Беги отсюда Мы здесь одни Проникнет свет Субтитры делал DimaTorzok 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 Которые я прям ношу в них Ну и что? Пацаны после репетиции пошли бухать, а ты куда? А я с ними могу То есть ты как свой парень Можно так, свой человек Я так понимаю Очень круто, но очень здорово И самое интересное, что парни это все слушают Даже не напрягаясь, но я имею ввиду Ни одного неправдивого слова Галини сказал Ну так то я тебя спрошу Или тебя, вот давай-ка ты Микрофон у Станислава, дорогой мой Потому что ты как-то взгляд бросил на меня Такой колючей немножко На какой фразе? Ну я не буду подчеркивать ту фразу Ту фразу, на которой Но тем не менее Скажи, пожалуйста Вот вся эта история, у тебя тоже музыкальное образование, да? Как я понимаю У меня есть, я закончил, но честно говоря Последние классы это из-под палки просто А что? Фортепиано Тоже фортепиано? Да Тоже фортепиано Ну это с первого по седьмой класс Сами понимаете, возраст такой Ну когда ничего не надо Ничего не надо, а родители хотят Ну в итоге-то ты сейчас благодарен, я надеюсь, родителям Да Вот видишь как Папа с мамой были правы все же Девочка-то зачем вам? А как без нее? Не-не-не, подожди Да вот сейчас ты говоришь, что как без нее Идея взять вокалистку Девочку Когда пришла? Да всегда была она Идея такая Искали просто Вот именно с такими данными вокальными? Да Потому что у нее, ну не хип-хоповые, скажем Давай так вот И это здорово Вот Значит вы шли путем от одного Ну скажем от простого к сложному Честно, мы недолго искали Она сразу нашлась такая Но идея-то это была Или все-таки как получилось? Была идея, конечно Была бы другая такая же симпатичная Была бы девочка Нигаля Валя, например Но вокал другой Вот не такой, какой у Галины был Нет, мы нуждались Вот именно в такой Да, мы искали Вот именно такой вокал Или именно такой у Галины? Нет, мы искали изначально вообще вокал Ну какой-нибудь попсовый обычный Мы бы не взяли просто Вот я к чему и ввел Нам это не подошло Просто так получилось, что сразу у Галины Нам и попалось То есть вам повезло? Повезло очень Я к чему и ввел Потому что ведь много очень Особенно когда смотрят все эти телевизионные проекты Исполнителей хороших реально много в стране Материала мало Да А исполнителей-то много И некогда мне, в общем, особо смотреть в телевизор Но бывает иной раз Какие-то такие паузы выпадают Когда видишь, слышишь все эти голоса Или там народных артистов Какие-то там эти программы все И даже бежишь, бывает там В гостиной стоит телевизор Ух ты, какой голос-то интересный Смотришь, значит, да, вокал какой И думаешь, а что же дальше-то с ним будет А дальше так раз все И тихо, и сапо, и сошло на нет Потому что помимо голоса Вокала хорошего и хороших данных Нужен еще и материал Материал это Ноль Вот в этой связи А еще больше меня напрягало то Что в основном те, кто как-то Себя реализует Ну, я имею в виду, показывает В этих проектах Они все больше попсовые А тут вот такая неожиданная Галя Которая вовсе не попсовая У которой, в общем-то, данные Вокальные действительно серьезные Классические, по сути дела Джазовые И вдруг с вами И мне стало интересно Вот сейчас, почему я тебя и пытаюсь С предстрастием Насколько это было установочным фактором Насколько вы именно это и искали Так получилось Можно я вам скажу? На самом деле, я же, как с ребятами Уже 8 лет мы делаем это И мой вокал, он видоизменялся То есть я к тому, что делаю сейчас Пришла не сразу То есть сначала, может быть, я пела по-другому Попсово, как вы говорите А как? А как ты пела по-другому? Нет, просто менее уверенно, мне кажется Менее, может быть, да А ты можешь сейчас показать, как это было? Нет Я понимаю Спасибо огромное Во-первых, спасибо за честный И совершенно без лукавства ответа Это очень важно Когда в коллективе нет никаких подводных камней Вот этих всех Я сейчас скажу, а что будет там, а потом Мало ли Честно, круто, это очень здорово Давайте дальше Мамаро, так называется, команда, которая здесь сегодня Что за песня будет следующая? Хэй, Гай Как всегда, живой звук в программе «Живые» Эй, эй, гай Эй, мэн Эй, мэн, дай брейка Чарльз, стоун и ломбатый танго Пока райдеры ломали скейт И на тебя взор пал, как на Ульяну Лопаткину Минута Майкала Флендли Тянется шлейф Впадает в поа-байкеры Под риландскую флейту И в этот самый миг Всем пофиг на тенге На ладони Энергетика, манты, пластик и леопарды Отвязанность, банков, зашкалевые порты Запрещенный кайф Руки за лицо Мир под ногами Тает, как сон О-о-о-о-о-о-о-о Быстро, быстро Тмой вне бы на спину критик Жизнь твой прит Клопай голодный зритель Табор уходит, смотри Дэнс боевой рик При темпе трон-три Хоть веди на ту роль сухим Обратным не выдернул Эй, гай Пора убить твои новые кетки Ведь вулкен снова легендарен Ты и ввейд, реверт, и интенсион Ведь реверс, реверт, и спор Выпускай твари Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это модно было Ну, сейчас не знаю, может быть, мода это и не прошла Даже где-то, наверное, она стала уже В некотором смысле традиционной И субкультурной, потому что сейчас говорят, что там, где Раньше был рок, тот, который протестный Теперь там, понимаешь, уже рэп И он тоже типа того протестный На мой взгляд, музыка не должна быть ни протестной Ни призывающей, ни бьющей В какое-то место Музыка должна быть музыкой, потому что если музыка и политика Это марсельеза Марсельеза, это не совсем музыка Это гимн А гимн, это несколько иная уже субстанция Вот, допустим, вы ушли Как ты говоришь, вот как вы Оба об этом говорите, что ушли от хип-хопа В какую-то большую мелодичность Почему? Потому что захотелось расти Вам показалось, что это некий новый шаг вперед Вот как 2517, группа вы не можете не знать Да? Они ведь перешли из чистого Типа рэпа и хип-хопа уже в такой Мелодичный рок-н-ролл и рок В общем, достойный Рок, я думаю, они идут прям в рок Нет, ну там есть рок-н-ролльные Вы не видели их на Троице, где они программочку делали Лайтовую Прочти для девочек Я ставил под сценой на Троице И не мог поверить, что я вижу перед собой бледного ианта Там такие сопельки Ну, хорошие, они очень качественные У них есть и такая программа И они молодцы в этом плане, что они не парятся на эту тему Они просто делают хорошую музыку Поэтому тут не только рок Ну вот, они пошли в эту сторону с точки зрения рок-н-ролл Им казалось, и на мой взгляд, это правильно Это их немножко в рост пустило Вы почему пошли таким путем? Тоже в рост И в этом намного больше поле для экспериментов То есть все эти импровизации, которые у нас происходят на репетициях Иногда на концертах Даже здесь будут и уже были В принципе, это всё кайф Нам просто по кайфу, да Я не знаю, что будет дальше Хотелось бы вообще куча-куча всяких инструментов Куча-куча голосов Вообще будет круто Ну, куча-куча это сколько? Куча-куча Ну, не знаю, можно там коллектив раздвинуть до 10-12 человек А как ездить? Дорого? Мы, в принципе, не ездим Почему? Потому что мы просто кайфуем и выступаем только в Москве Ну, не, у нас были поездки в Питер Но это обычно оплачивается просто дорога, отель и всё Согласен Ну, вот вас, допустим, на данный момент 7 человек, а будет 12 будет дороже Питер рядом Неважно всё, но дороже Оплачивают организаторы За кого-то мы заплатим, если че? Вы сами Ну, да Раз уж заговорили о концертах, тогда давай, когда ближайшие? Где, во-первых, и когда? Клуб Форейн Это бывшее фак-кафе, кажется, на Добринке Мы будем там презентовать новый EP Сегодня сыграем пару треков новых Те, которые будете презентовать когда? На 3 февраля 3 февраля это концерт, который в бывшем фак-кафе Да Теперь уже Форейн, да Кстати, хорошее было местечко, оно там осталось таким же, вот не было Вот не было Только название сменилось Там просто условия более-менее нормальные, поэтому согласились Ну, круто, это круто Ну, это что касается Москвы А что касается каких-то поездок, раз уж ты говоришь, что в Питер, может быть, в Питере что-то будет Пока не планировали, кто позовёт, поедем, кто возьмёт нас Понятно, кто возьмёт нас, ну, это прозвучало Ладно, ну, в принципе, это нормально Давайте дальше петь, что это будет? Дальше будет «Потолки» песня Кстати, вот одна, один из первых треков восьмилетней давности Как всегда, живой звук, в программе «Живые» Здесь сегодня «Мама.ру» Поехали Затянутые жалюзи за окнами шайки Все уже тут пусть сюжеты у советского фильма Самец любит самку светского вида Его сердце в румянстве в нервале Не врёт и не рвётся потолками художеств Да, ты никакая, кокаиновый дождь Круто же всё, теперь шум, как одублять И какао к утру, прикайпованный капкан Каковольный чувств, в Калифорнию дуем От контроля контор не убежать Ни в какой картонный путь Контроль, на контроль Не убежать, ни в какой картонный путь Танцевали талии светлыми ночами Под под танками с людьми плями Девели талии молодые стихи Под под танками с людьми плями Если бы там была камера под потолками Чтоб мысли бы толкивал, айбим обволакивал Вакуум войнам не лакивал Выводы выкину фон Вау, да выкину это его грани Сверху под опытным выдадут карты Сможи понатыканной правды Минут на минуту метрам Мог коробкаться краю краючи Мостыка ночью повоспринёс страх Из тайни, ведь и без травм Знай, эти кварталы с характером Вот столба вытирает рукав И город сгорает Слово улыбок, горечь и рамок Твой черёд плыть во очи Время придёт, коротать вечера Он обречён на гибель Как скот, сотня речевок Митинг нам по плечу Ты пойми, это сон А в этом плечу ты во мире сном В этом 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 мире Мама Ро, напоминаю. — Часто бывает, когда, скажем, в том же Ютьюбе люди слушают эфир часа полтора, потом вдруг вопрос задают, а что за группа? Слушайте, я всякий раз перед началом песни, после исполнения песни, называю коллектив, для того, чтобы это название у вас гвоздиком в сознании было забито. Мама Ро. Так называется эта московская команда. Правильно вы себя позиционируете? — Мы из разных городов, но все живы в Москве. — Я хочу понять. Вот ты откуда? — Я с Оренбургской области, город Орск. — А чего делаешь в Москве? Понаехал тут? — Да-да-да. Мама привезла еще в детстве, когда я мелким был, здесь закончил школу. — Ну, то есть, школу закончил уже в Москве? — Да-да-да. — Окей, Станислав, откуда? Иди к микрофону, разговаривай со мной, твой. — Ну, я с Камчатки вообще. — А чего ты-то оттуда? Место такое хорошее. Крабы там? — Да я наелся в свое время крабов. Я приехал учиться сюда. — На кого? — Ой. — Ну, давай-давай, это тоже не возбраняется. Какое образование? — Экономист я. — Ну, это хорошо. А почему ты так смущаешься по этому поводу? — Ты про музыку говоришь? — И ничего, мы обо всем говорим. Программа «Живая» — это кухня, где мы говорим на разные темы. — Ну, вот, в общем, закончил школу, а, нет, точнее, 10 классов закончил, приехал здесь в 11-й, отучился и поступил в университет. — Какой? — Университет? — Да. — Это тоже важно. — Да. — Российский университет кооперации. — Окей, то есть ты по профессии экономиста не работаешь? — Работаю. — То есть зарабатываешь именно этим ножом? — Да, в данный момент. — Ну, это и правильно. Ты надеешься на музыку? Остынь, забудь. Это, в общем, редкий случай, на самом деле. Нет, я сейчас без иронии говорю, потому что здесь в программе «Живые» за все время существования, я уж не знаю, может быть, по тысячу коллективов побывало. И все, ну, практически все вынуждены, ну, а куда деваться, работать для того, чтобы как-то жить. И раньше мы говорили, вот на Западе круто, музыканты зарабатывают, хрен там. В этой студии бывали и западные коллективы. Ну, я имею в виду, живущие там. Ровным счетом то же самое, музыкантам все равно приходится где-то работать, чтобы как-то жить. Музыка для них — это такое большое и серьезное увлечение, часть жизни, но не дающая, в принципе, возможности безбедно существовать, к сожалению. Так, а я вот не спросил у тебя, ты-то кто, какой диплом у тебя? Ну, ты закончил, кроме школы, что-то еще же? Да, институт. Какой? СГА. Ничего не говорит. Это, в общем, институт, где ты учишься, платишь деньги, учишься. Он один такой в стране. Один единственный. Ну, расшифруй, СГА. Ну, СГА — современная гуманитарная академия. И кого ты учился? Экономика, да. Тоже экономика. Два экономиста, получается. И ты зарабатываешь себе тем же. Практически, да. Не очень понял фразу «практически». Хорошо, вот смущенные люди не любят... Не-не-не, я могу сказать, это не экономика. Я менеджер по развитию. Я продаю в больших объемах товар. Ты лично продаешь товар? Работаю на компанию, которая продает в больших объемах товар. Это интернет-продажи? Не-не-не, это оптовые региональные продажи. Гоняю по России в разные города постоянно. Очень круто. Очень круто. Галю хочу к микрофону вызвать сейчас тоже, чтобы как-то сразу определиться. Ты чего закончила? Могу по печати. И чего делаешь? Печатаешь чего? Ну, я не печатаю. Я антиквар. Занимаюсь... Ну, вернее, у меня образование специалист в бакинистической антикварной книге. Так, и предметов искусства в целом. Понятно. Ну, я не работаю в этой специальности. Я понимаю. Я так и хотел сказать, что это не более, чем культурологическое образование, дальше которого, в принципе, ты... А чем зарабатываешь тогда? Я работаю в издательском доме. А сейчас еще они пока живы? Конечно. Печать еще... Ну, что они печатают? Что издают? Газеты, ну, множество изданий есть в нашем издательском доме. Ничего еще ушло в сеть? Нет. Все-таки еще есть такая возможность. Все-таки печатать. Нет, ну, бумажные газеты какие? Метро, вот, например, она периодически появляется где-то, бесплатные всякие разные. Ну, я работаю в коммерсанте у нас. Коммерсант. Чудесно. Мне пришлось вам сказать. Издательский дом... А что тут такого? У нас нет запретов на всякого рода такие? Вы что, смущаетесь? Да нет, нет, я не смущаюсь. Издательский дом коммерсант. Есть своя радиостанция у коммерсанта. Есть своя радиостанция. Не было контактов с ними никаких? С радиостанцией? Да. Ну, и правильно. Зачем это тебе? Ты музыкант все-таки. Давайте дальше. Будем с музыкантами дальше поподробнее тоже разбираться, не только с вокалистами. Как называется следующая песня? Наедине. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Мамаро. Поехали. В окне блестит на солнце бутылка вина. И каждый день берет счет и сердце на ланч. Но бы ступнями подну из морского льна. Там дует теплый, ветер тает, кубики льда. Надо с кайфом оседлать королеву волну. Рассыпаться над каплей под шум и кач. Ты будешь меня ждать в том крайнем саду, на ветвях, которым нету конца. Нуряю в спальню дельфином, твоим безумным дельфином обещаю. Утром нарисуем картину. Мы на пиано в Аргентине. Красное льется, я дарю тебе ими. Это кайф. Красное льется, я дарю тебе ими. Молдовый, давно богом забытый плюс. Окна беет холодным, в боканах пенится блюд. Вылуп молотонный минуты, медленно тонут дымом. Смесью духов и ментола. Смесью без повода. Мы выйдем из комы нескоро. Нас не разбудит сирены копов. И скоро с утра вещают динамик. Снова хриплое соло. На-на-на-на-на-на-на. Ну, а какая не длинная песня. Без финала. А что с финалом? Не родился или сознательно так обрывается? Сознательно. Хорошо, я... Вопрос глупый был, понял. Глупый был вопрос и прошу прощения. Давайте двигаться дальше. Я теперь хотел бы, естественно, пообщаться с музыкантами. Это было бы и полезно, и нужно. Мне думается, Алексей, я хочу попросить подойти к микрофону. Понятное дело, что обычно музыканты, играющие смычками и на духовых, это люди, имеющие достаточно высокое музыкальное образование. Мне вот хотелось бы сразу... У меня среднее. Какое? Восемь лет на фортепиано. Где? Латашинская музыкальная школа. Это в Подмосковье. То есть ты подмосквич? Да. Вот. А саксофон-то как появился у пианиста вдруг во рту? На саксофоне мы играли в оркестре. Ты учился на клавишах? На фортепиано. А саксофон? Ну, оркестр был после музыкалки. Мы шли... То есть ты самоучка на саксофоне, получается? Там стоял в подвале. Ну да. Вон оно как. А так бывает? Мне казалось, что духовики — это те люди, которых должны... Как видите, нет. То есть это не ты играешь. Как я понимаю. Фанерой все заменял. В общем, у нас был вечерний духовой оркестр, где руководил мой дед. А-а-а. Вот. И это был как бы городской... Но сейчас существует, я там еще играю. У тебя выбора не было, раз дед был. А, да. Ну да, понимаю. В подвале стоял большой теннисный стол. И мы вокруг этого стола мелкие... Ну, играем в теннис минут сорок. А потом? И дудим в трубы минут десять. Слушай, а это неплохая школа. И так в течение недели... Неплохая школа. То есть дед придумал такой уход? Да. Это, мне кажется, гениально. Это просто супер. У меня сейчас даже волосы зашевели. Это же очень круто когда... А сколько тебе было? Ну, пацанам вообще всем. Ну, мы начали, ну, лет с двенадцати, наверное. Ну, так это круто. Пацаны приходят в подвал, да? Да. Играть в теннис? Дом культуры. Да, неважно, где он. В подвал в доме культуры. Неважно. Без окон. Без выхода, я понял. Выхода нет. Табличка на дверь. Как метро. Пришли поиграть в теннис. Кто-то идет ради тенниса, кто-то идет, возможно, ради... Да, да мы все ради тенниса практически шли. А уже дальше как-то... Пять партий сыграешь по дуди? Или как? Вокруг висят валторны в пустине. Выбираешь себе. То, кто проиграл, тот играет. Нет, я серьезно. Я не помню, что было с теми, кто проиграл. Очень круто. А у тебя дед музыкант, получается, да? Да, он трубач. Вообще офигенный способ. Но я сейчас не только оттенюсь, в принципе, привлекать в игру пацанов, для того, чтобы они получали от этого кайф. И заодно... Ну, кстати, проигравшему играть на валторне, понятно, что он в жизни не будет потом на ней играть. Вопрос в том, чтобы как-то развить вот этот интерес, завлечь. Очень круто. Нам было очень интересно. Это было как праздник. Деджиф еще? Ну, к сожалению, нет. Сочувствую. Хотел ему привет передать просто за гениальное решение шляпу снять, что называется. Это очень круто. Это очень круто. Спасибо большое. Спасибо большое. Дмитрий, поговорим-ка. Поговорим-ка. Какое образование? Фортепиано. То что ж вы все пианисты-то тут собрались, клавишники. Что заканчивал? Музыкальную школу в Домодедово. В Домодедово. Тоже подмосквич? Ну да, но я там до сих пор. Тоже подмосквич? В смысле? Там живу. Нет, живешь, я думал, преподаешь, может быть, теперь уже в школе? Преподаю. В школе? Нет, не в школе, честно. А я забыл... У меня еще гитарное образование. А, еще второе. Да, но только я часто учился у Дмитрия Четвергова. Нормально. Да. И вот уже доучиваюсь в лаборатории профессионального образования для гитаристов Игоря Бойко. Круто. То есть ты пошел этим путем уже всерьез. А зарабатываешь-то ты чем на жизнь? Сессионный и плюс еще уроки. Ах, ты учишься и уроки даешь? Ну да. Гений. Просто гений. Еще пока... Ну, в принципе, получать образование и расти, это очень круто в любом городе. Я очень много работаю на студии. Именно в студии, как сессионный приглашенный гитарист. Круто. Круто, круто. Так, давайте мы еще... У нас остались люди, которых можно и нужно было бы опросить, но пора спеть что-то. Что это будет? Трек «Движение». Как всегда, «Живой звук». В программе «Живые» здесь сегодня «Мама.ру». Поехали. Как в твоих движениях... Брат, брат движениея... Брат... Ах, твоих движения... Где-то между мной и тобой поток энергии, мы звери как вау. Deadly me, элегантно, ступни ускользают по полу. Симметрия животных, лона дышит лотоса. Моя кисть по пано идет медленно. Тантра, аэробика, реки вина, луна. Я дам тебе лаунджа, драйв, драйв, движения. Сердце пробивает ткани, барьеры. Это наш кайф, ага. Теперь только такой кайф. Ты знаешь, где я кайф. Ты знаешь, где я кайф. Сделай движение. Сделай движение впервые. Ты знаешь, где я кайф. Ты знаешь, где я кайф. Сделай движение. Сделай движение впервые. Я легко покорились бы мои темные стороны Тени пустых коридоров, томные стоны внутри Померк пультини, помеху, топ в голубых мониторах Пыльная ретро, смех, пылкая ровень Там же героиня кино, короткого метродайв Агония, выбитый ром, камерный свет Дай мне дозу энергии, тупо сделать решение первой Я дам тебе переберков, моя безмятежная фея Знаешь, зэк-ай, ты знаешь, зэк-ай Сделать же я, сделать решение первой Ты знаешь, зэк-ай, ты знаешь, зэк-ай Сделать решение первой Ты знаешь, где кай, ты знаешь, где кай Сделать движение, сделать движение Терри Ты знаешь, где кай, ты знаешь, где кай Сделать движение, сделать движение Терри Драйв, драйв, сделай движение первой 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 Драйв, драйв Мамаро, коллектив, которому мы сегодня с радостью предоставляем вашему вниманию И надеемся на то, что интерес к нему у вас появится Слушайте-ка, это пять песен был спит сейчас, по-моему, да, насколько я правил? Шесть Как шесть? Быть не может Шесть Уже шесть? Я Значит, это я обсчитался, мне казалось, что еще одна в запасе есть Поэтому час будем заканчивать тогда разговорами Потому что пять минут до конца первого часа осталось Времечка улетает, и я заметить даже не успел Как водится, в хорошей компании при хорошем общении время уходит очень быстро Заметить не успеваешь Никита, парашют к микрофону Подойти, человек самый серьезный в команде, я так понимаю Ну, как минимум, внешне это выглядит так Может быть, прячется за своей серьезностью А на самом деле, самый ранимый человек Так тоже бывает Бывает Чего какое? Образвания у тебя нет музыкального? Музыкального нет, никакого А человеческое какое? Высшее, техническое Инженер-конструктор комплексов ракетной техники И в студии наступила длительная тишина То есть это вот ты, вот эти вот Из Средиземного моря то шупуляется Вот это вот ты, то там тоже Но почти наши, ну вот в той организации, где я сейчас работаю Наши изделия, можно сказать, фигурируют То есть тебе можно сказать спасибо за наше счастливое будущее, в принципе Обязательно, говорите спасибо Спасибо тебе большое Нет, я искренне, совершенно без иронии Преклоняюсь перед людьми, которые умеют технически изобретать что-то такое Чего другие не умеют И опережать таким образом время Это дорогого стоит Я сейчас говорю о людях, которые... У нас вообще в военном комплексе Вот именно там самые сильные всегда инженеры А в народном хозяйстве задумываются позже И то, что придумывается в военном комплексе Потом потихонечку начинает переходить в народное хозяйство Ну, потому что так ставят задачи Ну, понятно, что задача ставится, задача решается То есть этим ты зарабатываешь до сих пор себе на жизнь Ну, да, только вот по образованию я как бы космосом Должен был бы заниматься А по работе занимаюсь морем Ну, нормально, две стихии, в принципе Одна там, другая, одна вышла, другая ниже А как так вышло-то, что ты вроде как к космосу Имел А в космической промышленности ты кем должен был бы быть? Ну, инженером-конструктором, соответственно Конструктором, да То есть это вот... Если где-то какая-то гайка отвалилась Это к тебе претензии были бы Если бы ее на месте вообще не оказалось Хотя она должна была быть там А я ее не нарисовал Тогда, да, вопросы ко мне А так это к слесарям-сборщикам А, в принципе, ты снял с себя ответственность Хорошо А что касается океана, моря Чем ты там занимаешься? Я руковожу конструкторским подразделением То есть, ну, мы занимаемся разработкой Различных изделий Для нашего военно-морского флота Опять военно-морской Что это за... Ну, нет, нельзя такой вопрос задавать Ну, давай так Я попытаюсь изящненько обойти острые углы Это подводные, надводные Все-таки это кораблями... Как называется? Корабли Корабли Судно это у промышленного флота Нет, есть же суда обеспечения Нет, судно, понятно, о чем... Я о морских судах Нет, там именно разница в цели полагания И функциональном назначении То есть, корабль и судно Они решают каждую свою задачу А все это разные вещи, что? Конечно А внешне похожи? Они могут быть идентичные Вот, наконец-то И теперь пойму Разница между судном и кораблем Ну, судно не берем мы, судно в больничное Вот это давай оставим Сразу все, чтобы кривотолок... В чем разница между идентичными На плаву стоящими кораблями? Один называется корабль, другой судно В чем разница? В той задаче, которая решает Корабль решает боевую задачу То есть, это что-то найти Что-то поразить, скажем так В сердце, да Да, а судно осуществляет поддержку этого корабля Причем поддержка бывает Ну, может иметь различный характер, скажем так Ты сейчас тоже изящно обходишь всякие разные острые углы Да Ну, то есть, судно не воюет Ну, не стреляет, так скажем Судно поддерживает того, кто стреляет Принципиально, да Хотя оно тоже имеет какую-то систему собственной безопасности Ну, это обязательно, да Я понял Серьезная сфера, в которой ты работаешь Серьезная, ответственная Очень Важная Спасибо Спасибо тебе за честные ответы И еще у нас есть минуточка Надо бы, наверное, Архипова тоже опросить маленько Хотя знаем-то мы о нем все уже, наверное, досконально Скажи, это какой по счету твой коллектив С которым ты сотрудничаешь? Так, ну, Мама Роя-то Это вообще второй в жизни После У меня до этого был коллектив Как раз У нас с ним не сложилось И потом вот мы с Вовой познакомились И со Стасом А как вторая Чиханте? Чиханте был позже А, позже То есть с этими ребятами ты начал раньше даже Да, я как-то, кстати, Чиханте звал на бас в Мама Ро И чего? Ну, он не понял эту музыку А, он попроще музыку любит Ну, не, попроще в смысле Без всяких вот этих вот всех Вот этих вот дел Ну, каждому свое Чего? Кто на что учился, это же нормально Рома хорош в своем Амплуа Ну, да, не поспоришь И не буду Ну, да Все, мы время выели Которое нам было отведено в этом часе Давайте-ка на пять минут музыкантов отпустим из студии Чтобы они могли подышать Вы в это время послушаете Шибанова Сашу С его шибанутцами И блок анонсов Полезных, возможно, вероятно Нужных вам эфирных программ радиостанции Потом вернемся назад в студию еще раз Ну, вот мы и вернулись в студию Мама Ро здесь сегодня в программе «Живые» Давайте-ка начнем сейчас с песни Что это будет за произведение Как называется эта песня? Параплан Как всегда, живой звук В программе «Живые» погнали Кавкус Персика Кавкус Персика Мама Ро в Кай Мама Ро в Кай Класс, как классика, ман Классика, ман Ткани переплетали Строили парапланы Мы в этих капсулах И никогда любителям я Еда, вино, румяна Голстуки в канаву Борзами пьяными стали Инновация Дьявол не носил И мозг к пальцам Он дымится нормально Вставляет лишь хаус И нужна нам тут влюбленность Не быть завертыми в емкость Вреди забитых и точек Ты затянись Туда, где сегодня приколы Мы все сигали иском И искра не потухла Но хотя бы сигнал Хотя бы намер Когда прибудет вода Тот растает лилет Там, где нет нас Что с планет Нам не достать Там, где нет нас Что с планет Нам не достать Парапланы Папы рушивали степами А внизу Там Пробывали пари Кураж неуглюжего танца С служером пацана Весь день дрожит и за Нововые листа Все же там назад Петр-зал Замер Запята дверь Театр трагедий Да мокрый глаз Хмурит брак Тяги на ветер Коли пусть верите Но не время верить Иному свет был теперь Ведь темно Невинные в теле Виновный дым Вели на стеле Туман На побеленных стенах С тенью вместе Медленно сходим с ума Петр-зал 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 Мамаро, ну, собственно, так и называется коллектив, который здесь сегодня. Знакомимся, получаем удовольствие, ну и, понятное дело, высказываем свои соображения. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала свои пишите, пробельчик, потом уже все, что хотели бы сказать. Тестим Viber, который мы на этой неделе запустили для вас, потому как жаловались раньше, что из-за бугра, например, из-за границы невозможно смс-ок присылать. Пожалуйста, Viber, чем и хорош, вы можете присылать смс-ок откуда угодно. Ну, а в дневные эфиры можно и звонить через Viber 925-526-2737 или 925-526-2737. В общем, как удобнее, так и запоминайте номер, в принципе, один и тот же, а как запомнить, дело ваше. Вот какой момент, тут на Ютьюбе, в чате человечек написал, Роман Гатчину зовется, мне нравится команда, хочу быть их менеджером. Кто это? Как вы засмеялись, значит, кто-то из своих, я так понимаю. Ну, кто это? Ну, отвечай вам. Ну, давай. А это бывший наш барабанщик. А чего это вот бывший? Один из. Бывший, а сколько же был-то у вас их? Трое. Ну, а почему он хочет только что быть вашим менеджером, если он ваш коллега и тем паче работали вместе, почему он не стал им до сих пор? Ну, у него теперь есть для этого, видимо, возможности. Он сейчас играет в группе «Свидания», это инди-поп-группа, в принципе, они сейчас блуждают по России, делают концерты. Блуждают? Это хорошо прозвучало. То есть они, в принципе, просто так тусят по России, да? Делают концерты, собирают свою аудиторию, и она у них есть. Я довольно масштабная, я думаю, он набрался связи и тут решил, ребята, давайте-ка. Ну, это он написал, правда, в чате на Ютьюбе. Не знаю, вам он кому-то об этом говорил, что хочет быть менеджером вашим. Ну, теперь мы знаем. Теперь вы знаете, к кому обратиться, если что. Мы думали, это кто-то новый. Нет, нет, а я вообще не знаю, на самом деле новый он или старый. И, в конце концов, вы знакомы, это уже хорошо. У вас есть возможность с нормальностью связаться и спросить, зачем ты это написал. Ты реально или так? Пошутить хотел. Неприятная шутка в таком случае. Вот что важно. Если уж действительно концерты бывают, надо напомнить, кстати, когда ближайше, в феврале, да? Третьего февраля, это суббота, в клубе «Форейн», это бывший кафе. Как часто вы вообще даете концерты? Раньше мы давали раз в два месяца, всегда это была Москва, а сейчас мы перешли на презентации EP, только живые выступления, возможно, ситуация изменится. Ну, новые песни, кстати, которые ты говорил, которые упоминал, сегодня прозвучат. Они уже прозвучали или еще? Нет, вот следующие будет. Это как раз песни из новой EP. Да, да. Хорошо будем прислушиваться, это премьера, можно будет сказать. Ну, можно сказать так, да. Круто. Теперь вот моментик, который тоже хотелось бы для себя зафиксировать. С концертами понятно, а вот с продвижением, если уж вещь идет о том, что менеджера у вас нет, и продвижения никакого, собственно, нет, а 8 лет команде. Это уже не два дня. Менеджеры были, на данный момент нет. А куда делись менеджеры? Менеджеры просто устали с нами работать из-за того, что мы неотзывчивые ребята, каждый себе на уме, и, наверное, не даем им то, чего бы они хотели от нас видеть. А чего бы они хотели от вас видеть? Чашку кофею? Единого целого стремления собирать стадионы, гонять полиции. Нет такого стремления? Оно есть у всех. Я думаю, музыканты, конечно, каждый хочет этого. Но, видимо, вот как-то мы находимся вне этого. Да. Вы сейчас не понимаете фразу? Вне этого? Вы не... Мы не до конца стремимся всеми своими хотениями быть знаменитыми, там, постоянно записывать треки, постоянно какие-то контакты искать, продвигаться. Может быть, это гордость какая-то наигранная, может быть, ещё что-то. Тут разные качества влиять. Ещё плюс мы работаем. Для нас, лично для меня, это просто кайф исполнения, кайф общей вот этой, можно сказать, группировки. А пластинки есть? Пластинки. Были, да, да. Ну, я имею в виду, диски выпущены у вас сколько? Именно в таком время, в электронном виде, да. Сколько? Два EP у нас выпущено. Всего два EP? Да. Это сколько песен? Ну, по пять, по десять треков. Десять треков? Всего, за восемь лет записано? Нет, выпущено. Выпущено. Да, записано около 15-20 лет, наверное, где-то так. Они менялись, в восемь лет начинали, можно сказать, с юношества совсем. И треки менялись, и характер их менялся. Ну, то есть у вас за восемь лет 15 песен? Нет, тогда объясняй, я не пойму. Стас, расскажи. Люди захотят ознакомиться с вашим творчеством более подробно, к примеру. Они полезут куда-либо на порталы, где есть музыка. Вконтакт, например, да, там всяческие другие. И они обнаружат записанными и выложенными всего 15 песен. Так я понимаю? Или нет? Да. Ну, просто я бы остальные не советовал слушать. Почему? Ну, они нам самим уже не нравятся. Ну, представьте, восемь лет назад какие-то песни были не очень, какие-то дожили до сегодняшнего момента, мы их играем. Но они не записаны, кстати. Да, кстати, из нашей программы, у нас программа больше часа, половина не записана. А почему? Вот, опять же-таки, из-за этого менеджер-то, наверное, и покидают. Ну, то есть вы, в принципе, сейчас признаетесь в том, что вы группа, не стремящаяся к какому-то творческому развитию и развитию известности своей популярности. Вас это не особо интересует. Мы этого хотим, но нас это не особо, наверное, интересует. Как можно этого хотеть и не интересоваться? Хотеть. Я очень не понимаю. Вы знаете, это как в отношениях... Я не знаю, как это объяснить. Молодой человек говорит, девушка, знаешь, я тебя так хочу, но так не интересуюсь. Вопрос у нее возникает. Так ты хочешь или не хочешь? Сами объясни. Хочется, чтобы это естественным путем, если этому быть. А как это естественно, дорогой мой? Мы только можем представлять это, потому что навязчивым здесь как-то трудно путем навязания как-то. Ну, по крайней мере, мы это так воспринимаем как навязчивость. Знаешь, как-то я уже приводил пример неоднократно. Инна Желанная, которую я нежно люблю и уважаю, как поколиста, как музыканта и как человека, однажды сказала фразу, я ее запомнил на всю жизнь. Культуру надо навязывать. Культуру надо насаждать. Ну, собственно, и себя надо насаждать. По-другому никак. Ну, не бывает по-другому. Ну, значит, мы просто не научились это делать пока. А менеджеры, которые от вас уходят... Вопрос слушнего эфира Роман Гатчин, я думаю, нас выведет. Роман, у меня к вам личная просьба, уважаемый. Теперь к вам, извините, Роман, на вы, потому что вы будущий менеджер коллектива. А к менеджеру надо относиться почти как к полубогу. Сделайте что-нибудь. Понятно, что у вас есть команда, с которой вы сейчас как-то, было сказано, блуждаете по России. Но вот этих ребят, мне думается, надо тоже как-то вытащить, чтобы и они поблуждали. Они достойны того, чтобы у них аудитория расширилась. Достойны того, чтобы их знало как можно больше людей. Мне лично всегда бывает дико обидно за коллективы, талантливые коллективы, которые себя никак не продвигают. Это, на мой взгляд, преступление. Я совершенно искренне говорю, потому что то, что хорошо и то, что круто, реально должны знать люди. Должны знать все. Иначе получается, что у вас хобби просто музыка. Вот хобби. Вы хотите, конечно, чтобы вас знало как можно больше людей, но все равно оставляете это на какой-то стадии. Вот такой вот хобби. Тогда либо хобби тогда дома, а что вы сюда пришли? Дома играете. Зачем вам было приходить в программу «Живые»? Ну, зачем тогда, раз это хобби? Либо все-таки надо побороться со своими собственными комплексами внутри себя и вперед к флагам для того, чтобы побеждать, для того, чтобы завоевывать новые вершины. Ну, как иначе-то? Менеджер, мне кажется, должен это делать, по сути. Правильно, роман-то бишь. Ну. Все, договорились. Считайте, что подписали сейчас контракт с романом сразу, сходу. Как называется следующая песня? «Телефоны». Как всегда, «Живой звук». Еще раз. Рабочее название. Пока нет. Ну, новая пока что еще нет. Да, полная. Ну, будем считать, ну, называть ее будем пока как «Телефоны». Мамару, поехали. «Можем-можем-можем-можем» Можем, можем, можем Телефоны мертвые бегом из дома вольными Ночью будем пьяными счастливыми об ними Можем, можем, можем Можем, можем, можем Можем, можем, можем Можем, можем, можем Моргают стробоскопы, гудками оборваны телефоны Ева знакомы, мы полуголы, в коктейле льда и бонатойма Басы и стопы, остановись, скажи мне, стоп Я не понимаю, ком они, и ты не понимаешь, о ком я Не намекай мне, ударом по кисти Размытые кадры, мы пьяные вместе Не намекай мне, ударом по кисти Размытые кадры, мы пьяные вместе Телефоны мертвые, бегом из дома вольными Ночью будем пьяными, счастливыми, обними Можем, можем, можем Телефоны мертвые, бегом из дома вольными Ночью будем пьяными, счастливыми, обними Можем, можем, можем Можем, можем, можем Можем, можем, можем Ночь до беги Весь свет уходит вновь Всю ночь до беги Весь свет уходит вновь Всю ночь до беги Весь свет уходит вновь Всю ночь до беги Весь свет уходит вновь Мамаро. Напоминаю, сегодня в программе живые. И очень радует, когда люди обращают внимание на то, что делает коллектив. Ну, то есть обращают внимание с радостным вскриком «Ух ты, ух ты, ух ты!» плюс один поклонник и так далее. Вот Андрей Юркевич пишет мне, ну, в некотором смысле интересное сообщение для размышления. Семен, вы правы и не правы одновременно. Много сил вкладывать, времени и работы. И все это бесплатно и без отдачи тяжело. Андрей, кому, как не мне, это понятно, да. А оставить все это в качестве хобби для души это приносит только кайф. Заметьте, все три группы этой недели играют для души исключительно. И всем трем вы говорите одно и то же. Совершенно верно, Андрей. Именно так я и поступаю. Почему? Когда люди играют для души и в кайф, ну, имея в виду радость свою собственную. Вот папа у меня так в свое время, пока живой был, играл, пел там под гитару сам для себя. Но он никуда это не показывал. Он для себя это сделал. И вся семья, друзья, близкие прекрасно знали его песни. Сейчас барды многие поют его песни, не зная, кто автор. Называя эти тексты и песни народными. Так уж сложилось как-то. Есть даже известные песни, которые он просто подарил другим композиторам, поставившим под ними в итоге свои подписи. Ну, так сложилось. Он театральным режиссером был, поэтому как бы к музыке не имел отношения, писал песни сам для себя, для своих спектаклей и так далее. А вот когда, извините меня, коллектив задает вопрос, а как попасть в ротацию? Подает заявку на программу живые, то я понимаю уже, Андрею Яковичу сообщаю, что эти ребята не столько как хобби все-таки этим занимаются. Им бы хотелось, чтобы их слышали. Им бы хотелось, чтобы набралась аудитория большее, чем сегодня. Но при том, что им бы этого хотелось, ничего для этого делать они не хотят. Вот о чем я говорю. Когда, допустим, мы обратили внимание на какой-то... Извини, да? Да, Семен, все верно, но только немного не так. Подожди, я договорю. Вот когда бы, допустим, мы обратили внимание на какой-то коллектив, ну, не знаю, вот заметили коллектив песни ВКонтакте, к примеру. Ух ты, какая интересная группа, говорим мы. Юля говорит, ух ты, какая интересная команда. Пишем им письмо. Ну, давайте как нам на живые. Говорят, а ну, перестаньте, мы это для себя делаем, нам это не надо. Все ясно, это хобби. А когда, простите, коллектив сам подает заявку на программу живые, тогда возникает следующий вопрос. Ну, раз вы этого хотите, то почему? Вы не хотите двигаться дальше. А теперь отвечай. Мы просто не знаем, как это наверняка делается правильно. Вот и все. Вот и все. Это я сейчас к Андрею обращаюсь, который считает, что это все бесплатно, это, конечно, трудно. Своя радио три года существует, извините, бесплатно. Мы здесь работаем, ничего не получая за это. Потому как пока рекламодатель к нам не пришел. Потому что интернет, радио в России пока что это не является трендом таким, чтобы можно было вкладываться. Хотя зря, потому что люди пока не понимают свои пользы от этого всего. И мы, как можем, выживаем. За счет аудитории, кстати. Выживаем. Спасибо. Низкий поклон тем слушателям, которые помогают нам выживать. Это геройские люди, и мы перед ними в долгу неоплатным. Но, знаете ли, если бы я не хотел продвигать эту станцию дальше, чтобы ее слышало как можно больше народа, я бы эту студию не арендовал. Я бы думал, поставил где-нибудь на балконе сервак, крутил бы музло в эфир, занимался бы своими делами. Не было бы программы, правда, живые, потому что на балконе не сыграешь. Не было бы других передач, которые идут в эфире. Зато шла бы в эфир музыка. Вот это было бы хобби. Но когда мы пытаемся развивать эту станцию как базу для талантливых музыкантов, когда мы думаем уже о большом опен-эйре для того, чтобы собрать этих музыкантов под одной, хотел сказать, крышей, на одной поляне, давайте так, когда мы пытаемся привлекать сюда, в программу и в ротацию, интереснейшие коллективы, существующие в России, для того, чтобы о них знало как можно больше людей, хобби это назвать нельзя. Если люди относятся к бесплатной работе, он говорит, вы бесплатно относитесь к хобби, хрен вам. Это не хобби, это работа, это жизнь. Деньги за эту работу должны прийти от результатов движения. Вот будете двигаться, будет отдача. Не будете двигаться, не будет отдачи. Я вас призываю просто не сидеть на попе ровно, все-таки двигаться. Это период, который, я понимаю, риски? Конечно, риски. А как без риска-то? Я понимаю, о чем. Спасибо, что понял. Мне казалось, меня можно, наверное, как-то иначе понять. Ну, видишь, понял, хорошо. Слава Богу. Давайте споем, что это будет. Как будет называть следующая песня? Давай потанцуем. Ну, с радостью. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня Мамаро. Поехали. Давай с тобой потанцуй немного. Ты готова, но все я вижу. Если подарю вместо неба винтовку, будут ли летать в нашем парке птицы? Давай с тобой потанцуй немного. Ты готова, но все я вижу. Если подарю вместо неба винтовку, будут ли летать в нашем парке птицы? Несу по руку, моя печаль, не виновен лист, теплые руки? Не обдоволь, знай. И за дна, беги сюда. А кто мы, запутанный, нас всегда, ты знай. Разбуди меня ходом ледяных ладоней. Этот мир около моя спальная комната. Тонким стеклом рассыпанным по полу, впивайся сколком в оголенные ноги. Это не ставит танцевать многих. И новое метод, да нет, но и не мое кино. Такой перформанс для огромного города. Спонтанная жизнь протекает в одном. Спонтанная жизнь протекает в одном. Давай я с тобой потанцую немного. Ты готова на все, я вижу. Если подарю тебе небо винтовку, будут ли летать в нашем парке птицы? Будут ли летать в нашем парке птицы? Будут ли летать в нашем парке птицы? Наши. Эти танцы у зеркала. Эти танцы у зеркала. Будут ли летать? Эти танцы, танцы. Эти танцы у зеркала. Дай у зеркала. Эти танцы у зеркала. Эти танцы у зеркала. Если подарю тебе, будут ли летать наши партицы, будут летать. Давай потанцуем, в пяти годов я вижу, если подарю тебе, будут ли летать наши партицы, будут летать. Давай потанцуем, в пяти годов я вижу, если подарю тебе, будут ли летать наши партицы, будут летать. Давай потанцуем, в пяти годов я вижу, если подарю тебе, будут ли летать наши партицы, будут летать. Мама Ро, еще раз и еще раз и еще раз напоминаю название этого коллектива. Мама Ро, сегодня в программе «Живые» на своем радио. Аркадий Гаврилович, что у своего ПНР, вау, круто. Когда и где Аркадий, вот какая штука. Это я позволяю себе, как рукой для дистанции, время от времени брякать это в эфире. На самом деле мы сейчас ведем эту работу. Я не могу полностью гарантировать до тех пор, пока уже не будет возможности объявить об этом официально. Пока работаем в том направлении, чтобы этим летом в июле, в начале июля, замутить открытый фестиваль «Опен-эйр» на большой, красивой, травянистой поляне в Калужской области. Медынь, есть такое местечко замечательное. Ведем и всякую разную организаторскую, подготовительную работу. Ну и чтобы было понятно, это все требует огромных затрат, как материальных, так и человеческих, физических. Денег у нас, конечно, на это нет. Но есть люди, которые пока заинтересованы. И когда я собираю для них и я, и вот Сережа Ячменев, наш технический директор, собираем для них всю нужную по затратам информацию, каждый раз отсылая этому человеку новые и новые суммы, которые нужно будет потратить для того, чтобы фестиваль состоялся, пока человек по телефону сообщает, что он еще готов пока. То есть он пока не отказывается от этого. Но если я скажу Аркадий, для того, чтобы организовать подобный фестиваль даже в масштабах не всей страны, а хотя бы небольшого такого региона, как мы рассчитываем, потому что сразу мы не ждем на фестиваль 100 тысяч народу, да? Даже для того, чтобы организовать такой вот фестиваль, но по высокому уровню, по высокому классу, чтобы это все хорошо звучало, смотрелось и удобно было, и недорого есть, пить и жить, на данный момент нужно, ну, как минимум от 10 миллионов, уже нужно. А так как мы хотим, чтобы фестиваль был бесплатным для гостей фестиваля, то надо найти средства, которые бы, ну, я имею в виду спонсоров, которые готовы были бы вложиться. Кстати, если спонсоры какие-то случайно слушают эфир сегодня, вот вам предложение. Хотите блеснуть, хотите проявить себя, хотите запечатлеть себя как первые, в данном случае информационные, нет, не информационные, финансовые, извините, спонсоры подобного фестиваля, пожалуйста, милости просим. Это все безумно затратно, Аркадий. Если вы полагаете, что фестиваль это так, просто приехали, спели и разошлись, то вы сильно заблуждаетесь. Это не так. Все, что касается фестиваля, больше ничего говорить не буду. Как только будет полная информация, и мы будем уверены в том, что мы можем это сделать, пока хотим, горим, я буду, и не только я, станция будет об этом сообщать плотно. Давайте петь. Давайте. Как только речь заходит о финансах, тут же грустно и мне становится. Хорошая идея, на самом деле. Финансы, да, очень хорошие. Очень хотелось бы, чтобы финансовая идея процветала рядом с творческой, не подменяя одна другую. Как называется следующая песня? Любимый день. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Мамару. Погнали. Мамару. Погнали. 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 Все билеты мне. Опять мимо кассы. Не к тему, как минимум. Привык забывать эти любимые путь. Никто мне укажет эту тонкую линию, как забыл в голове. Я ловец, но попутал с добычей, как будто, тысячи танцующих дел. Пусть мысли все преувеличены, но так закончился мой любимый. Ничего себе, финальчик. Круто. — Слушайте, а вот мне сейчас стало дико интересно. Вы, как вокалисты, вы как-то вмешиваетесь в процесс аранжировок, когда ребята-музыканты творят уже, что называется, музыку? Вы имеете такой шанс? — Паузы различные. — Или верите им абсолютно и делаете с ними вместе? Вот как они сделали, так и будет. — В куплятах различные фишки, паузы мы вместе придумаем. Ну, говорим, хотели бы видеть такт. — А бывает такое, что, к примеру, ребята соорудили аранжировку, которая вам втроём или кому-то из вас, как вокалистам, ну, вообще не прёт, ну, вот не нравится. Музыканты играют радостно, счастливые, саксофон звучит, ну, по-настоящему круто, а вам кажется, что это за фуфло такое? — Да бывает даже, если одному из музыкантов не нравится, мы эту песню баним. — То, что вы им не нравитесь, это я понимаю. Я говорю вам, как музыкантам, ну, как исполнителям, например, некомфортно находиться на сцене, петь вот под какие-то, ну, не те, как вам кажутся, звуки. Как вы решаете этот вопрос? — У каждого есть, я думаю, пару таких треков, которые ему не нравятся, они разные все, а мы солидарны со всеми просто. — То есть как, вы всё равно соглашаетесь? Даже если ему очень нравится, солидарно. — Мы находим компромисс какой-то. — Как? — Вот я к тому и вёл. — Ну вот не звучит здесь, давайте как-то пробовать по-другому. — Это ты так думаешь, к примеру, что тебе так кажется? — Ну, я и говорю об этом. Здесь мне кажется, что мой куплет не звучит. — А Володе нравится? — Его куплет. — Ах, вот как он отвечает. — Нет-нет-нет, я, допустим, ну, мне неудобно читать, я вот сочинили аранжировку какую-то, и я чувствую, что мне не идёт. Пытаемся находить компромисс какой-то. — И вот именно на твоём куплете музыканты играют по-другому. А на Вовеном играют так, как придумали дута-го, как тебе не понравилось. — Бывает такое. — Серьёзно? — Бывает такое. А бывает и Вовен куплет переделываем. Ну, вы же заметили, что музыка меняется. — Я почему и спросил, я слышу, как у вас, какие качели интересные в аранжировках необычные. — Вот поэтому и есть. — Исключительно потому, что кому-то из вас могло быть неудобно, да, петь под вот ту аранжировку. Очень хорошо. — Может быть. — Как один из вариантов, да. — Очень круто. Ну, как можно такого рода музыку не продвигать, я вообще не понимаю. — Ладно, у нас три песни, по-моему, осталось, да? — Две. — Да что ж такое, всё время кажется, что вы больше поёте, чем вы спели на самом деле. Поговорим всё же тогда, потому что есть ещё время на общение с песнями, значит, двинемся дальше вперёд. — Так, как же у нас любит народ всякая вот соло барабанная. Скажи, пожалуйста, Владислав, я к тебе сейчас так серьёзно. Ты играешь же сольные партии барабанные? — Да нет, я даже не умею. — То есть ты вообще не умеешь играть в сольные партии? — Ну, я даже не думал об этом, чтобы придумать сольную партию. — Вот так вот сесть, например, потренируешься? Как ты разрабатываешь свой руконожный аппарат перед тем, как играть в концерт, например? — Каюсь в последнее время никак. Просто сажусь, играю. — Ага. А когда тебя звукорежиссёр на чеке просит, сыграй на всём, пожалуйста, сразу. Ты как это делаешь? — Ну, на всём играю, как он просит. — А вот можешь ли ты сейчас, как будто бы я звукорежиссёр, и прошу тебя на чеке, ну, будь добр, сыграй, чтобы я мог подстроить тебе вот что-то по всем инструментам что-нибудь? — Да, Семён, у меня просто заготовочка уже есть, это нечестно. — Ну, так сыграю заготовочку. — Хорошо. Задействовать. — Всё? Очень короткая сольная партия была. Ну, короче, тогда, когда тебя просят сыграть соло, ты не говоришь, что ты их не играешь. Ты вот это играешь по кругу несколько раз, и всё, и все будут довольны. Спасибо тебе большое. Спасибо. У нас, правда, народ любит очень вот такие штуки, особенно почему-то соло-барабанов любит народ. Серьёзно. — Особенно детишки, там весело так все подходят сразу. — Слушать в эфире? — Да, ну, да, просят, просят всё время, потому что, видимо, ритм, он как-то даёт определённый внутренний качество, что ли. И чем интереснее, ну, музыкант, я сейчас не хочу ничего сказать, с точки зрения аудитории, тем больше интереса к группе. Так что попинайте его, пускай научатся нескольких хороших стариков выдавать на концерте. — А, я просто прослушал, там упрёк был, да? — Да успокойся, я шучу. На чём ты? — 4647 — это короткий номер для СМС к ваших, свои, пробел. Дальше ваше сообщение. Не забывайте, пожалуйста, надо, кстати, приучать аудиторию к тому, что у нас есть вайбер, и вы можете писать на него сообщение откуда угодно, никаких ограничений. Нет, 925-5-26-27-37, или, если проще запомнить, 925-5-2-6-2-7-3-7. А лучше записать, чтобы уже он зафиксировался как-то, и вы могли бы в любой момент присылать какие-то свои соображения над тем, происходящим в эфире. Вы сами-то какую музыку слушаете обычно? Ну, понятно, что надо, чтобы каждый, но давай ты вот, допустим, какую музыку слушаешь. — В последнее время люблю Trip-Hop. Исполнители нужны или стилистики? — Нет, в принципе, стилистики. — Trip-Hop, старый рок-н-ролл. — Старый рок-н-ролл? — Ну, я не знаю, Rolling Stone, ACDC. — Ну да, это старый рок-н-ролл, да. — Действительно. — Led Zeppelin. — Классика, в общем, такая. — Ну, у меня мама рок-н-ролльщица просто, и я с рождения слушаю это. — Мама рок-н-ролльщица. А папа? — А папа бизнесмен бывшим. — Нет, ну, с музыкой у него, я имею в виду в музыкальном смысле. — В музыкальном плане русский рок, ДТТ, машина времени. — Ну, тоже, в принципе, неплохо совсем. — Ну, русский, да. — То есть, по сути дела, у вас семья, которая вырастила тебя на приличной, достойной музыке. — Да-да, соглашусь, им спасибо большое. — Галя. — Я, в принципе, слушаю то же самое, что и Володя, если в этом вопрос. — То есть старый... — Ну, в основном джаз, сол, я люблю такую музыку, трип-хоп. — Ага, джаз, сол. — Ну, хорошо. А отдыхаешь ты под какую музыку? Вот когда ты хочешь отдохнуть, или там потанцевать — это одна музыка, допустим. А когда хочешь отдохнуть, лечь, расслабиться и... — Под любую. Могу и под рок-н-ролл, могу и под джазовую композицию хорошую какую-нибудь. — То есть тебе всё равно? — Ну, это зависит от моего настроения, когда я отдыхаю. Оно тоже бывает разное. Поэтому, может быть, неспокойно совсем настроение, поэтому я могу послушать определённую музыку на это настроение. — Понял тебя, услышал. Ну, давай тогда мы ещё и Станислава дёрнем. Раз уж пошёл... Он усился совсем окончательно, расслабился. — Я даже прослушал. — Вопрос простой. Какую музыку ты для себя слушаешь? — Слушайте, я разную музыку слушаю. Просто разную. Вот, и при этом я ещё стараюсь знакомиться... — С новыми. — С новыми, да. Вот всё, что... Весь вот этот вот поток стараюсь всё прослушивать. — Ну, я тебе скажу... — Фильтровать, что-то оставлять для себя, что мне нравится. — По себе знаю, что это непростая задача. — Это очень сложно, да. — Потому что много фуфла попадается. — Очень много сейчас особенно. — А зачем тебе это? — Интересно. Музыка. Можно найти что-то интересное для себя. Почему? — Можно, это правда. — Следующий вопрос, наверное, что ты нашёл для себя интересного. — Нет, зачем мне это нужно? — Слава богу, просто я бы не вспомнил. — Я, да, во-первых, на чужое мнение никогда не ориентируюсь. Мне интересно, допустим, мне это профессионально важно. Для меня, да, такие потоки музыкальные. Когда я говорю, что у Юли на программы «Живые» около полутора тысяч заявок, это реальная цифра, а у меня в ротацию их за две с половиной тысячи, и это всё надо отслушивать. Так я понимаю, это моя работа. Хочу понять, тебе зачем слушать весь этот вал, весь этот поток? Ну, нашёл ты какую-то клёвую группу, и дальше. — Интересно для души. Вот как раз-таки, возвращаясь к вопросу под что-то отдыхаешь, что-то себе нашёл хорошее, потом захотел отдохнуть, включил, говоришь. Похвастался ещё кому-то, рассказал, вот смотри, что я нашёл. — Это-то клёво. Вот у вас первооткрыватель в коллективе есть, который может подсказать. Ну, а ты слушаешь музыку каких направлений, скажем так? — Да, различных. — Вот этот весь поток ещё и всё подряд? — Не, ну, конечно, слишком глубоко я не копаю. — Ну, так, что на поверхности, о чём говорят сейчас. Если сейчас, ну, там, скажут, что вот сейчас в джазе, там, вот это вот, очень круто. — Круто. — Да, я послушаю, естественно. — А если тебе скажут сейчас в шансоне, там, такая модель? — Я послушаю, да. Вот, да, что-нибудь конкретное. — Группа «Кубанский казачок» какая-нибудь такая. — Смотря кто скажет, наверное. — Нет, ну, вот он сказал, я послушаю. — Не, такой группы нет, я пошутил. — Да, блин, а я бы вот сегодня искал весь вечер, как по-английски бы там набирал по-всякому «Кубанский казачок». — Я сижу фантазирую. То есть тебе всё равно, ты всеядный? — Ну, нет. Я стараюсь знакомиться. Это не значит, что я это буду есть потом. Если мне понравится, я это съем. — Ну, а вдруг тебе понравится что-нибудь из шансона? — Значит, я всеядный буду. — Будешь слушать? — Нет, секунду. Понравился, будешь слушать. А рядом, допустим, оказалась группа такого hard and heavy направления, клёвая по-настоящему. И ты в плеер загонишь и шансон, и вот эту группу, и как-то будешь перебежать. — Да, почему? Под настроение потом можно и то, и то включить. — Теперь я понял, как ты с музыкой. Это, мне кажется, хорошо. — Да, я думаю, все так. — Нет, к сожалению, нет. Есть люди очень узколобые, сейчас типа, а вас... Вот человек слушает исключительно джаз, и всё, или там рок исключительно. И шансон для него — это музыка за жизнь, понимаешь? Всё остальное — фуфло. Слава богу, что у вас в коллективе таких направлений и настроений нет. — Шансон тоже разный бывает. — Абсолютно верно. Вообще шансон — это Шарль Азнаву, Родид Пиаф и так далее. То, что у нас сделали с ним, это совершенно другая песня. Вот сейчас, видите, вот нервничает, я слышу. Давайте споём уже. Я понимаю, призыв к исполнению. Как будет называться следующая песня? — Возьми. Ну, рабочее название — «Жопинг». — Это тоже новая песня. Вот это второе рабочее название мне нравится больше. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня «Мамаро». Поехали. 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 Музыка. Поехали. Тоже новенькая песня. Будем считать, что это премьера в эфире. Ноу. Правильно? Ноу. Нет? Нет. А сколько времени этой песни? Год. Два. Ну, три. Полтора. А вот так, сейчас определимся. Исходя из того, что пишете вы альбомов немного. В общем, toi у вас, новых песен совсем вот не так много. Поехали. Две. 5 новых. Здесь играем 2 новых. Две. А чего ж остальные не стали? Еще не готовы. Пока не саранжированы до конца. Слушайте, а как вы время проводите вне музыки? Вот мне просто дико стало сейчас интересно. Любим выпить. Ну, это понятно. Я вижу вон по маечке, да, по названию клуба. И, собственно, мне тут написали, что... Кто это написал? Подожди секундочку. Андрей... Нет, Аркадий написал, что вот надо же, какая интересная вещь. У гречаника такая же майка, собственно говоря, как у Дмитрия. Вроде играют разную музыку, а майка одна. Но я написал, что можно пить одно и то же, а играть разную музыку. Понятное дело, что речь о клубе, безусловно. Но, тем не менее, клуб-то имеет название такое, которое говорит о том, что этот клуб предпочитал бы, я думаю, видеть на столах своих посетителей, как минимум. Как проводите время, если ты говоришь, выпиваете? Да как выпиваете? Что? Прямо так сели и давай бухать? Ну, очень круто гуляние по летней Москве, парки, бутылки вина, виски, висковые, очень круто посидеть иногда дома, очень круто на репетиции выпить вместе в пьяном угаре, поиграть, очень круто поехать в путешествие и там то же самое сделать. Ну, там набухаться, да, конечно. Ну, вот по таким людям и определяют, в общем, российских граждан. приехали, набухались, уехали, шучу. Нет, если без иронии, если без юмора, все мы любим в хорошей компании, когда говоришь, бухать, это не значит, что до свинячьего виска, правильно? Иногда до свинячьего тоже прикольно. Ну, свинячьи виски у каждого разные. Ну, хотел я немножко смексить эту ситуацию. Ладно. Значит, отдыхаете вы исключительно бухая, как я теперь понимаю. Галя, иди, иди. Давай я поговорю с девушкой. Ну, что-то как-то парни немножко сейчас у меня... А, мы в театр ходим дальше. Вот, да. Бухие. Нет. В театр ходите. Как-то Володя отвечает на данный вопрос. Нет, ну, хорошо посидеть, хорошей компанией за хорошим напитком. Никто же не возбраняет это. Это нормально. Это нормально, да. Но если это единственный отдых, который есть у коллектива, помимо музыки, то тогда возникают вопросы. Отдыхать как можно. Прочесть книгу интересную. Хорошо умница. Например. Давай рисуй немножко более яркими красками суть коллектива. Хорошую книгу, например, прочитать. Нарисовать, написать прекрасную картину, сходить на выставку. Вот молодец. Вдохновиться. Молодец, молодец. И также потом выпить. За что? Ну, я за всех отвечаю. Просто всегда окончается этим. Какая выставка была посещена тобой, например? Ой. Последняя выставка, на которой я была, и вообще музей, которым я была, это было, к сожалению, очень давно. Мы ездили в Париж, в музей Арсеб. Мы посещали и, собственно говоря, смотрела там на скульптуры, картины и тому подобное произведение. Хорошо. А книга? Вот ты говоришь про книги. Что ты предпочитаешь читать, вот если имею в виду как раз чтиво? Детективы, любовные женские романы. Я очень люблю ремарк, допустим. А, ремарк? Сейчас я читаю хлеб с ветчиной, Буковский, собственно говоря. Пока мне нравится. Ну, Буковский модный, как бы, говорят писатель. Я не знаю, это первое произведение, с которым я сейчас... Много о нем говорят. Я еще, правда, не добрался, но говорят очень разные, кстати, вещи. Ну, я понимаю, почему. Так. В целом, в целом. А картины ты упоминала? Ты пишешь картины? Да, у меня художественное образование. А что ж ты умолчала? Я же спрашивал у всех, какое образование. Что закончилось? Ну, как, это средний, специально 10 лет в художественной школе проучилась. И, собственно говоря, потом решила пойти по иному пути развития, так скажем, после окончания. То есть после художки дальше не пошла? Не в колледж? Я дальше пошла в колледж, но выучилась на специалиста издательского дела, на редактуре, грубо говоря. А какой колледж? Филографический. Ну, как называется он? Имени Иван Федоров, он один в Москве, в общем. Понятно. Ну, я так на всех... Название прозвучало, чтобы его зафиксировали. И в итоге ты дома для себя пишешь картины. Да. Ну, редко, правда, да. Для себя. Пишешь картины для себя. Вот исключительно как хобби. Как хобби, да. На улицу не выносишь, в окна не выставляешь, никому не предлагаешь купить. Вконтакте фотографии своих картин не выкладываешь. Ну, этим грешу бывает. Обложку сейчас нарисуют на улице, пишут. Ну, ты понимаешь, к чему я говорю, когда для себя и когда для всех. Я поняла, да. Я поняла. Хорошо, но творческий процесс всё равно не останавливается. Даже если мы говорим не о музыке, а о чём-то другом, ты всё равно отдыхаешь творчески, по сути. Хотелось бы, чтобы он не останавливался вообще. По-моему, это прекрасно, когда ты можешь творить каждую минуту и вдохновляться. Ну, как бы небанально и цветочно это прозвучало, но всё равно. Почему цветочно? Процесс всегда интереснее, результаты бывают, потому что процесс заставляет тебя думать. Результат — это уже готовый продукт. Это как в том анекдоте. Думаете, почему у меня пятеро детей? Думаете, я так детей люблю? Ну, мне сам процесс интересен. Так вот, в любом творческом процессе, это я как театральный режиссёр сообщаю вам, всегда интересно искать, искать и находить. Когда находишь, получаешь кайф. Да, да, да. Вот оно. А в результате, когда ты это уже показываешь, это уже пройденный этап. Ты это уже отыскал, ты это уже поставил в нужное место, это уже стоит где нужно, ты получаешь от этого удовольствие. Но вот того кайфа поиска и нахождения, или, так скажем, да, открытия, уже нет. Поэтому процесс всегда интересен. Да, согласна. Я недавно, кстати, было, забыл. Чего-то? Театральную школу пошёл вот к этой теме искать. Ты пошёл? Да. Зачем? Гоголь-центр. Ну, мне очень захотелось этот мир понять. Подожди, ты пошёл учиться в театральную школу? Это курсы, курсы. Ну, на курсы. Гоголь-центр, Гоголь-скул. А, я думал, ты пошёл посмотреть на Гоголь-центр. Мало ли, ты пошёл на курсы. Да, да, да. И очень кайфую от этого. А у кого ты учишься? Это курсы от Гоголь-театра, Гоголь-скул. Кто преподаёт? Актёра преподают? У меня с именами вообще проблема, да, я не помню. Ну, такой лысенький, да, я пойму. Я очень-очень харизматичный парень со своим миром. Они смешивают театр с йогой, с танцами и открывают твой внутренний мир. Главное, они дают посмотреть тебе на себя со стороны. Театр — это синтетическое искусство. Актёр должен иметь делать всё. Совершенно верно. И йога тебе, пожалуйста, и музыка тебе, пожалуйста, и актёрская. Ну, само собой. Это естественно. В общем, круто. Вот, видишь, об этом ты сразу тоже не сказал. Только сейчас мы выяснили, что вот, оказывается, в команде есть человек, который пристрастился к театральному искусству. Планы есть в этом направлении? Или так? Тоже для себя как хобби. На данный момент для себя как хобби, да. Хобби группа «Мама Ро» сегодня в программе «Живые». Осталась всего лишь одна песня, и мы будем прощаться. Надо на всякий случай напомнить вам, уважаемые, что помимо музыкантов и Юлии как продюсера, почти всегда молча сидящей, занимающейся тем, что подбрасывающие мне сообщения, которых я не вижу, следящие за хамами, которых банят моментально, и занимающиеся ещё и сменой картинки, и меня разговаривающие в студии, здесь ещё всегда один человек находится. Как однажды сказали, что этот клавишник там в углу тихо сидит. Так вот, этот клавишник, он на других клавишах, в общем, выступает. Извините, это звукорежиссёр программы, они меняются. Вот сегодня здесь Сергей Горьев. Давайте поаплодируем Серёге за ту работу, которую он проделывает. Идеальный, как пишут, кристально чистый звук. Это очень ценно. Спасибо, Серёга. Спасибо. Финальная песня сегодня ваша, и мы закончим эфир, к сожалению. Быстро время пролетело. Я только хочу сообщить аудитории, что завтра программа «Живые» в эфир не выходит. Есть на это причины, как это было, собственно, и вчера, когда коллектив в последний момент отказался там по своим причинам. Вот завтра у нас тоже не случилось с эфиром. Так бывает редко, но постпраздничные дни... Как вы любите отдыхать? Вот и остальные музыканты тоже, вероятно. Постпраздничные дни случаются такие казусы. Так что завтра у программы «Живые» выходной. Прощаемся аж до понедельника. Ну, а какая песня будет в закрытии программы «Мамаро» сегодня? «Ночь 70-х». Спасибо большое за то, что пришли к нам. Я вам скажу ещё раз. Вы замечательные, делаете очень хорошую музыку, очень качественный продукт, это правда. Ну, извините, что я так сейчас продуктом это называю. Я сейчас говорю с точки зрения коммерческой. Очень клёвый. И вам сидеть на пятой точке ровно нельзя. Надо как-то двигаться. Мы сделаем всё, что можем. Мы расшариваем этот эфир, мы покажем его как можно большему количеству людей, но от вас тоже что-то зависит. Двигаться надо вперёд. Вас должны знать массы. Я думаю, что массы именно от этого только кайф будут получать. Спасибо. Всем пока, до понедельника. Поехали. 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 Сталин Остбойс, руки-ролос, в рот залипаны. Рам-рам. Сталин Остбойс, руки-ролос, в рот залипаны. Рам-рам. Кумар над хиппи и пацификаним. Вудстоп подарит волк-болк, дилы на дым. На велике Хоффман своим не верит глазам. Кит Ричардс, Демидха, площадь Вьетнам. Там где-то между теперь, между бесами, безмечежная. Там где-то между теперь, между бесами, безмечежная. Где тебя мама вдохновляет туманы? В 80-х, глобами тумана. Клинтенация и смех, а всем рак-н-ролл. Клинтенация и смех, а всем рак-н-ролл. Слиняй белокурый, в морду вдыхай белокурый. Дым, кудрявый локомный, джо-кокер. Какой-нибудь секс, иконный кулон, грубость, дядя колонна. Ковбоя кинул взором тела и сгомотка. Торт, типаж, глубинное лето, полный бойлом. Вот она, жизнь с перебоями, куражи в перемотке опустошили. Логика, он с ней порозень, пусть мигает в дрозине, в эту пеканку. Да просыпи его волосы, пусть ни астма, ни осень. Чей степлый голос поздний день увлажает. Словно вызов сигнал «Стоп». Где тебя мама вдохновляет туманы? Ночь теме десятых добавит тумана. Клинтенация и смех, а всем рак-н-ролла. Ты любим, которым мало. Где тебя мама вдохновляет туманы? Ночь теме десятых добавит тумана. Клинтенация и смех, а всем рак-н-ролла. 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 ЖИВЫЕ Редактор субтитров А.Семкин